Славянский район – один из самых, если не самый богатый на водные ресурсы в Краснодарском крае. Полноводные реки, каналы, лиманы и озера – все это украшает территорию, влияет на климат и позволяет решать экономические проблемы в аграрном секторе. И вместе с тем нужно помнить, что водная стихия представляет немалую опасность, особенно в период паводка. Об этом муниципалитете никогда не забывают. Свыше 250 специальных датчиков контролируют уровень воды на реках Кубани. Установленное оборудование позволяет следить за состоянием рек и оперативно оповещать население при угрозе подтоплений. Внимание уделяется не только большим, но и малым рекам, что дает возможность заблаговременно узнавать о грозящей водной опасности. Предстоящий подъем воды заставляет готовиться силы гражданской обороны. Славянский межрайонный прокурор Алексей Долган совместно с главой Славянского района Романом Синеговским провел проверку готовности муниципального образования к паводковому периоду. В настоящее время в связи с увеличением поступления воды в Краснодарское водохранилище идет повышенный плановый сброс. Если случится так, что на территории края выпадут большие объемы осадков одновременно с активным снеготаянием, уровень воды в Кубани и протоки может достигнуть опасных отметок. В единой дежурно-диспетчерской службе муниципального образования межрайонный прокурор и глава Славянского района пообщались с дежурной сменой, занимающейся контролем паводковой ситуации. От Федоровского гидроузла до раздер к нам идет еще 22 часа, но с уровнем уже волны метр двадцать. То есть вода растекается по территории, объемы и волна уменьшается, идет до нас. С учетом этого, в плане эвакуации района спланирована очередность эвакуационных мероприятий. Все начинается вот здесь сверху и идет до конца, начиная с хутора Сербин, Колесников, Маевский, дальше Прикубанский и до границы хутор Шапорской. Обсудили готовность дамп обвалования, средства оповещения жителей на случай чрезвычайной ситуации, средства эвакуации. В год ремонтируется от пяти до двенадцати участков дамп, а контроль уровня воды в реках ведется в реальном времени с помощью автоматизированных гидропостов. Два из них находятся в нашем районе, в хуторах Урма и Голицын. Для информирования жителей установлено 24 муниципальных сиреноречевых установки в 16 населенных пунктах. Также есть 73 сирены региональной системы оповещения. Это схема связи и оповещения тоже. Вот поселения, все администрации поселений. Значит, это наши все оперативные службы, оборудованные, вот показаны, то, что я вам рассказывал, пожарные, спасатели. Плюс ко всему, у нас соглашение даже с церковью, все храмы, которые на территории, в случае угрозы, вот тоже колоколами на батах народ оповещает. Рядом с местом размещения гидропоста в хуторе Урма, славянский межрайонный прокурор попросил продемонстрировать ему возможность получения информации с датчика специалистам администрации, ответственным за контроль паводковой ситуации на мобильный телефон. Глава Славянского района подчеркнул, что в муниципалитете накоплен большой опыт по ликвидации и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Быть готовыми вовремя отреагировать на возможную угрозу жизни и здоровью населения – первостепенная задача органов местного самоуправления. Неожиданностей не будет, потому что паводковая ситуация находится под полным контролем специалистов. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».